Тура Евровидения 2012 Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим прекращения огня. Так, накануне с позиций, расположенных близ села Челябюр Тартарского района, армянские вооруженные формирования обстреливали с автоматов и пулеметов азербайджанские позиции. Как сообщили Первому каналу Минобороны, ответным огнем обстрел был подавлен. Карабахский конфликт найдет свое решение, когда люди в регионе Южного Кавказа будут жить в спокойствии в мире. Об этом заявил французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Бернар Фосье. Сопредседатель отметил, что для улучшения ситуации необходимо ускорить процесс урегулирования конфликта. Видите, что сегодня происходит на Ближнем Востоке. Затягивание конфликтов приводит к осложнению их решений, сказал он. Дипломат подчеркнул, что наступило время для решения армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. А сегодня Бернар Фосье проведет посвященную итогам своей деятельности пресс-конференцию. Ответим, что французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Бернар Фосье в конце года завершает свою миссию. Его на этом посту заменит посол Франции в Украине Жак Фор. В связи с вынесением на обсуждение французского парламента законопроекта, предусматривающего наказание тех, кто отрицает так называемый геноцид армян, члены парламента Турции отбылись с визитом в Париж для проведения переговоров со своими французскими коллегами. Председатель комиссии по внешним связям Волкан Босквер сказал, что приложит усилия для того, чтобы на повестке этот вопрос вынесен не был. Волкан Босквер при этом отметил, что эта тема является крайне важной для его страны и добавил, что подобный шаг может нанести серьезный урон турецко-французским отношениям. По его словам, терпение Турции на пределе. Глава внешнеполитического бедного славяда Давыд Оглу обратился к Парижу с таким же заявлением. В случае, если законопроект будет принят, представляемая им страна вынесет на обсуждение парламента законопроект о признании геноцидов учиненного Франции в Алжире в 1945 году, во время которого погибли 45 тысяч местных жителей. Завтра в Тбилиси пройдет заседание Межправедственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии-Азербайджан. На встрече будут обсуждены аспекты сотрудничества двух стран в экономической, а также в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта, окружающей среды информационных технологий и другие. В заседании будет предшествовать рабочая встреча на уровне экспертов, которая пройдет сегодня в Тбилиси. Ровно год назад в арабском мире начались события, которые имели значительные последствия для этого региона. По Ближнему Востоку и Северной Африке прокатилась волна демонстрации протестов, которая позже получила название «Арабская весна». В столкновениях погибли тысячи людей, пали режимы в четырех государствах, были свергнуты их лидеры – Египет, Йемен, Ливия. Между тем, Сирия по-прежнему остается самой горячей точкой среди арабских стран. Ежедневно из этой страны поступают сообщения о гибели людей, причем с обеих сторон. В связи с этим секретариат Лиги арабских государств разослал главам МИД арабских стран приглашение принять участие в экстренном заседании по Сирии. Тем временем сирийский президент Башар Асад в ближайшее время может подписать протокол мирной инициативы ЛАГ для улигуреливания гражданского конфликта в стране. В провинции Хомс в перестрелках между армейскими подразделениями и военными дезертирами погибли шесть военнослужащих регулярной армии. Бой произошел близ города Эль-Кусейр. Отметим, что в Каире намечена встреча постоянных представителей арабских государств в ЛАГ посвящена обсуждению ситуации в Сирии. Лига должна решить выносить арабский план урегулирования в Сирии на рассмотрение Совета безопасности ООН для привлечения международного сообщества к решению сирийской проблемы или нет. Все будет зависеть от позиции Дамаска, откуда стали поступать обнадеживающие сигналы. Как передает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на министра иностранных дел Катара, сирийский президент Башар Асад в ближайшее время может подписать протокол мирной инициативы ЛАГ для урегулирования гражданского конфликта в стране. В настоящее время арабская комиссия по урегулированию сирийского кризиса, в которую помимо Катара входят Египет, Алжир, Оман и Судан, принимает меры, направленные на подписание Сирии протокола по направлению в эту страну арабских наблюдателей. Они должны будут убедиться, что сирийское правительство действительно пытается урегулировать внутренний кризис мирно и прекратить кровопролитие. Число жертв массового беспорядка в казахстанском городе Жан-Аузен достигло 15 человек. Комендатурой города совместно с правоохранительными органами принимаются необходимые меры по полному восстановлению законности и общественного порядка. Массовые погромы в Жан-Аузен на западе Казахстана произошли 16 декабря. Группа вооруженных людей ворвалась на центральную городскую площадь в тот момент, когда были в разгаре торжества, посвященные Дню независимости. В результате погибли 15 человек. 14 – Жан-Аузен, еще один – на железнодорожной станции Шетпе. По подозрению причастности к массовым беспорядкам в Жан-Аузене уже задержаны 70 человек. 8 из них арестованы. В штепе задержаны четверо. В Египте возобновились столкновения демонстрантов с полицией. Генеральный секретарь ООН Пангимун выразил обеспокоенность с новым всплеском насилия в Каире, который привел к гибели многих мирных граждан и ранению сотен других. Об этом говорится в заявлении официального представителя, распространенном в штаб-квартире ООН. Ситуации в Египте серьезно обеспокоены и Соединенные Штаты. Хиллари Клинтон призвала власти страны призвать к виновных к ответу. Накануне в Египте продолжились столкновения демонстрантов с полицией военными в центре Каира. В районе, где расположены правительственные здания, парламент Минздрав страны сообщает о 10 погибших и более 450 пострадавших за три дня беспорядков. В настоящий момент столкновения носят ограниченный характер. Армии и полиции удалось взять под контроль большую часть района беспорядков. Столкновения переместились в район улицы Шейха Рихана, где расположено здание американского университета. Демонстранты сожгли здание научного центра, исторический памятник, представляющий огромную ценность. Мы глубоко взволнованы информацией о продолжающемся насилии в Египте. Силы безопасности республики должны уважать и защищать международно признанные права граждан страны, включая право на мирные демонстрации. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон. Клинтон потребовал от египетских властей призвать к ответу тех, кто нарушает данные нормы. По ее мнению, исключение не должно быть сделано и для представителей правоохранительных структур. Генсек Оон Пангимон весьма встревожен чрезмерным применением силы против участников протестов, отмечается в заявлении. Он призвал переходные власти и силы безопасности страны действовать сдержанно и уважать права человека, включая право на мирный протест. Генсек Оон подчеркнул важность атмосферы спокойствия для поддержки избирательного процесса в Египте, как неотлемлю элемента его перехода к демократии и скорейшему становлению гражданской формы правления. В настоящее время силы безопасности практически полностью взяли под контроль кварталы, где в минувшие дни проходили столкновения. В странах Европы начались забастовки недовольных условиями труда. Воздушные гавани Франции работают с серьезными перебоями. Там проходит общенациональная забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Заложниками ситуации стали тысячи пассажиров. Самолеты отправляются с большим опозданием. Похожая картина и в Испании. Крупнейший авиаперевозчик страны отменил треть полетов. Акцию протеста устроили пилоты. Они опасаются увольнения в ходе реорганизации, которую объявила компания. Тысячам пассажиров пришлось корректировать планы. Улететь другими рейсами смогли далеко не все. Еще одна забастовка запланирована на 29 декабря. Северная Корея прощается с вождем нации. Гроб с телом Ким Чен Ира выставлен в так называемом Дворце Скорби, где находится саркофаг с телом его легендарного отца. О кончине Ким Чен Ира сегодня сообщили по государственному телевидению, хотя умер он еще в субботу. Как говорится в официальном заявлении, от физического и умственного истощения ему было 69 лет. В поезде во время инспекционной поездки по стране у Ким Чен Ира случился очередной сердечный приступ. И на этот раз врачи оказались бессильны. Пока северокорейский народ скорбит, соседние страны гадают, что будет дальше. Распорядителем похорон Ким Чен Ира назначен младший сын и наследник умершего лидера Ким Чен Ын. Власть КНДР полностью перешла в руки Ким Чен Ына, сообщили южнокорейские СМИ, узнав о кончине его отца. Однако пока непонятно, как будет развиваться ситуация с передачей власти. В Ираке положен конец почти 9-летнему присутствию американских военных. Соседник увидит выведенных последний конвой. Сто бронемашин с пятью сотнями военнослужащих покинули Ирак в обстановке сражащей секретности и с повышенными мерами безопасности. Колонну сопровождали самолеты-беспилотники. Командование сделало все, чтобы избежать возможных терактов. США и так понесли в Ираке немалые потери. 4,5 тысячи погибших, раненых десятки тысяч. Между тем, ситуация в стране по-прежнему взрывоопасная. Террористические атаки происходят практически еженедельно. Теперь вся ответственность за безопасность лежит на местных властях. К другим новостям. Минфин Азербайджан определил размер страховых взносов по обязательным страхованию пассажиров от аварии. Для воздушного транспорта сумма взноса за годовое страхование на одно пассажирское место определена на уровне 14 монатов. Для морского – 5, для железнодорожного – 3 монатов. Для автотранспортных средств – 6 монатов. Кроме того, с целью возмещения ущерба в связи с повреждением, уничтожением недвижимости во время пожара и других происшествий, отныне будет применяться обязательное страхование недвижимости. Согласно новому закону, расширен список страховых рисков. После этого под обязательное страхование имущества попадают также квартиры и жилые дома физических лиц. С целью более широкой социальной защиты граждан в этой области, для каждого региона назначена минимальная страховая сумма. Так, минимальная страховая сумма для Баку составляет 25 тысяч. В городах Гянджая, Сумгайт, Нахчеван – 20 тысяч. В других регионах – 15 тысяч монатов. При этом стоимость страхования составляет 50, 40 и 30 монатов соответственно. Метеорологи прогнозируют на завтра в Баку и на Обширонском полуострове облачную погоду. В основном без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 9-14 градусов тепла. 21 числа в основном без осадков будет дуть юго-западный ветер. Днем ветер усилится. В районах осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем 8-13 градусов тепла. В горах ночью до 5 градусов мороза. Днем 5-10 градусов тепла. Однако, согласно медикам, метеорологическим прогнозам с 20 по 21 декабря погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Гавале прошла международная выставка искусства. Мероприятие было организовано Азербайджанским фоном культуры Ассоциацией культурного обмена Сиул-Баку. Выступившая на выставке председатель Ассоциации Ренгиз Гейдарова сообщила, что вниманию посетителей выставки представлены произведения искусств 116 художников и 220 скульпторов из 18 стран мира. Отметим, любой из шедевров желающие могут приобрести. Продолжается отбор претендентов, желающих представить Азербайджан на престижном песенном конкурсе Евровидения. Напомним, что сегодня в 21.00 на Первом канале стартует четвертая очередная неделя отборочного тура песенного конкурса Евровидения 2012. Не пропустите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом выпуск завершен. Благодарю за внимание. Всего вам самого доброго! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА